В Бухаресте стартовал чемпионат Европы по вольной борьбе. И в первый день соревнований борцы в пяти визовых категориях оспаривали путевки в финал. Кто из россиян сумел пробиться в главную часть турнира, расскажет Курбан Рагимов. 30 стран и более 200 участников лучшей борцы Старого Света в этот раз сошлись в Бухаресте. Российская дружина прибыла на турнир в ранге главного фаворита, однако первый день показал – нельзя недооценивать своих соперников. Поражение Магомеда Расула Гази Магомедова стало главной сенсацией дня. Дорогу двукратному чемпиону мира перешел Агагусейн Мустафаев. Первым забрав два балла, россиянин отдал инициативу азербайджанскому спортсмену. В концовке Гази Магомедову все же удалось провести атаку, но судьи оценили действие в один балл. Взял балл, надо фиксировать. Сколько раз мы говорим это на тренировках. На тренировках, в случае, проходишь ноги, надо фиксировать. Он не зафиксировал, надо было просто на нем упасть и два балла. И балли, и один балл, и все. И это решил исход встречи нашей. И все. Не за золото будет бороться, а за бронзовую медаль. Такой опытный спортсмен, двукратный чемпион мира, он такие ошибки не должен совершать. Уверенно свой турнирный путь начинал начинку Улар. Поочередно он взял верх над хозяином Ковра Букуром и триумфатором Олимпиады Хинчигашвили. Но в четвертьфинале уступил Гаджи Алиеву. Трехкратный чемпион мира на опыте переиграл Куулара, раз за разом проводя результативные атаки. Выход Алиева в финал также позволит российскому борцу попытать счастье в борьбе за бронзу. А за золото в своем весе поборется другой дебютант крупных международных стартов Муслим Садулаев. Победитель Ярыгинского сегодня проявил свои чемпионские амбиции. И в схватке за золото с турком Атлифт сделает все, чтобы реализовать свой потенциал. Героем первого дня назван Ахмед Гаджи Магомедов. В полуфинале действующий чемпион Европы в прямом смысле боролся на одной ноге. В начале схватки с украинцем Доманицким у него хрустнуло колено, а снятия из турнира здесь речи не было. Ахмед не только сумел сохранить свое преимущество, но и умудрялся набирать баллы. В финале россиянина поджидают медалисты Олимпиады в Рио Джабраил Гасанов. Третьим российским финалистом стал капитан Абдул-Рашид Садулаев. Олимпийский чемпион на пути к финалу отдал соперникам лишь два балла. В решающей схватке танк проэкзаменует белорусского вольника Александра Гуштына. Пять комплектов наград первого дня борцы разыграют завтра после 18 часов. Утром же на ковер поливалент арены выйдут спортсмены пяти оставшихся весовых категорий.